Удивление вызвала в Кремле реакция Евросоюза на список иностранцев, которым запретили въезд в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну а появление такого списка европейские дипломаты назвали необоснованным, хотя его существование было известно еще год назад. И несмотря на то, что подобные списки они и сами составляли, причем неоднократно. И об ответных действиях их предупреждали, их же российские коллеги из МИДа. Моя коллега Анна Балдина продолжит. Неприемлемый, произвольный, тяжелый удар для отношений, как только не называют в Брюсселе российский список невъездных. Хотя первое, что обращает на себя внимание, стоп-лист от Москвы почти в два раза короче европейского. 89 фамилий, в то время как у Евросоюза более 150. Собственно, списку уже больше года. Все это время Россия, образно говоря, пыталась не выносить ссор из избы. Для Евросоюза каждое расширение санкционного списка становилось поводом для публикации. Москва же исходила из принципа защиты персональных данных. И настоятельно рекомендовала иностранным дипломатам и чиновникам перед поездкой наводить справки в российских консульствах, чтобы избежать замешательства на границе. Мы не хотели брать дурной пример с Евросоюза и устраивать такую, знаете, громкую кампанию соглашением этих имен, как сделал Брюссель. Мы просто передали нашим партнерам в Европейском Союзе информацию о том, что у нас тоже есть санкционный список. Что мы именно для того, чтобы не раздувать скандал, не будем предавать его гласности и не будем передавать его в Брюссель. Но попросили Европейскую комиссию оповестить тех функционеров парламентских, политических, общественных из стран ЕС, которые планируют посещать Российскую Федерацию, оповестить их о том, чтобы перед поездкой они бы интересовались в нашем консульском учреждении в соответствующей стране, могут ли они пользоваться имеющимися у них проездными документами, либо это диппаспорт, либо это открытая виза, либо эта виза может быть закрыта. Вот, собственно, и все. Я уж не знаю, насколько добросовестно Европейская комиссия выполнила эту просьбу, но никаких претензий по поводу вот той договоренности, которая уже почти год скоро будет, она Европейская комиссия не высказывала. Но, видимо, некоторые иностранные гости либо рекомендацию не услышали, либо отнеслись к ней несерьезно. Депутат Бундестага Карл Георг Вельман в конце мая, прилетев в Шереметьево, узнал, что до 2019 года в Россию, страну, которую он обвинял в разжигании войны на Украине, ему дороги нет. После этого инцидента Брюссель попросил таки список персон нон-грата для внутреннего пользования. Только защитить данные не смогли или не захотели. Перечень имен попал в прессу. Первыми были финские СМИ. Тут уже пришлось реагировать политикам. Польша, Швеция, Прибалтика, руководство Евросоюза, своего рода лидеры стоп-листа, выступили с резкой критикой черного списка по-русски. Сочли, что аргументация его не очевидна. В Кремле запоздалую реакцию не поняли. Само опубличивание этого списка – это дело наших партнеров. Но такая реакция просто на существование списка – это трудно понять в нынешней ситуации. Тут уже хочется спросить, а судьи кто? Прозвучали в Евросоюзе сдержанные мнения. Так, глава МИДа Финляндии Тима Сойни призвал не драматизировать сенсионный список России, назвал его ожидаемой реакцией, сказал, что большого сюрприза тут не видит. В российском МИДе по имену начитываться по списку не стали, но общий принцип составления перечня еще раз объяснили. Был открыт путь к государственному перевороту, движущую силу в котором прежде всего играли ультра-националисты, в том числе и те, кто пользовался и до сих пор пользуются нацистской символикой. Когда эти люди, придя к власти, свергнув законную власть, объявив о том, что теперь они руководят Украиной, стали принимать законы, которые означали прямую атаку на русский язык, когда лидеры, приведшие к этому перевороту, стали заявлять, что русских из Крыма надо выгнать, потому что они никогда не будут прославлять Бандеру, Евросоюз тоже молчал. И мы не реагировали на подобные действия Евросоюза, которые напрямую касались его неспособности или нежелания возвысить свой голос в защиту русских на Украине. Поэтому, если хотите, ответные санкции, которые были введены, они касались деятелей, которые активнейшим образом поддерживали госпереворот, в результате которого русские на Украине стали подвергаться гонениям и дискриминациям. Кому шум вокруг списка был нужен, ясно станет чуть позже. Москва же обещает следовать принципу взаимности и дальше. Иными словами, если Евросоюз свои санкционные списки отменит, Россия сделает тоже без колебаний. Анна Балдина, Вести.